Новый способ решить проблему бездомных животных нашли в Новосибирске. Там появилась Ассоциация зоозащитников Сибири. Она объединила волонтеров, ветеринаров и организации по защите животных. Ассоциация уже работает с местными властями, организовала льготную стерилизацию в городе. Впрочем, в Сибири такой пример пока единственный. Почему зоозащитникам сложно объединиться и как еще можно решить проблему бездомных животных, расскажут мои коллеги. Татьяна Дугина показывает место, где проводит большую часть своего времени. Приют «Друг» известен, пожалуй, многим омичам. Кто-то звонит сюда, когда видит на улицах города одиноких собак. Но то, что здесь живут 400 животных и ухаживают за ними всего 8 человек, знают не все. Места мало, тем более сейчас. Организация помогает горожанам стерилизовать своих питомцев. Наше прямое есть назначение уменьшения поголовья бездомных животных, а это значит стерилизация. Очень много людей к нам обращаются, и нам стало уже сложновато справляться с таким объемом. Не потому, что мы не можем это сделать, а потому, что у нас не хватает мест для послеоперационного содержания животных. И таких точечных организаций в Сибири сотни. Хотя проблемы общие. Начинается как пицятопад, как мы это все называем. И надо будет спасать их, потому что машины, дороги, собаки. Те же живодеры сейчас почему-то стали в моде. Это, кстати, очень шок для нас. И поэтому мы снимаем сейчас новое помещение. Но, к сожалению, сталкиваемся с финансовыми трудностями для оплаты аренды этого помещения. И такие трудности могут обернуться тем, что приют просто закроется. Это архивные кадры из Кемерово. Приют верный. В прошлом году он полностью сгорел. Больше сотни кошек и собак погибли. Его построили заново, но остались долги перед банком и ветеринарами. Поэтому говорить о будущем приюта сложно. По словам его руководителя, такие проблемы можно решить сообща. Первый шаг сделали в Новосибирске. Пять организаций объединились в ассоциацию. Во время одной из первых встреч к зоозащитникам вышел кот. Вылез из подвала. На улицах города таких животных, потерявшихся и бездомных, немало. Последних из-за того, что люди не хотят стерилизовать питомцев. Ассоциация уже взялась за эту проблему. По городу действуют пункты, где можно недорого сделать процедуру своему питомцу. Этот опыт уже перенимают томские ветеринары. Даже когда один человек что-то делает, это уже эффект. Просто получается, как лебедь, рак и щука, в разные маленькие стороны. И бывает у какой-то организации есть какие-то определенные ресурсы, а другой не хватает. Вот этого взаимообмена не было. Хоть они и без лап, и без глаз, это все равно собаки, это домашние животные. И все равно милые, хоть и без глазика. Впрочем, зоозащитники считают, главное не бросать работу просветительскую. Например, это акция, фотосессия с животными из приюта. Многие из них уже пострадали во время жизни на улице. Впрочем, гостей, особенно маленьких, это не пугает. Многие готовы забрать животных к себе. Дмитрий Куканас, Юлия Боброва, Остап Григорианц, Ольга Маховская, Денис Солдаткин. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Остап Григорианц, Ольга Маховская, Денис Солдаток.